Добрый день, уважаемые коллеги! Мы хотим вам предложить серию видео лекций об управлении проектами. Тема, на наш взгляд, актуальна и может вызвать интерес у руководителей образовательных организаций, которые хотели бы освоить управление проектами не только в теории, но и на практике. Поэтому наш курс будет состоять из 10 видео лекций. Коротко мы его назвали «100 минут об управлении проектами в школе». Но в каждой видео лекции мы будем с вами не только делать отсылки к теории, анализировать существующие подходы, методы, принципы, то есть теоретические понятия, которые принято изучать, изучая теорию. Но в каждом курсе мы обязательно будем рассматривать с вами кейс, который иллюстрирует теоретические положения. А также будем формулировать практические задачи, которые могут вам помочь освоить практику этого курса. Итак, меня зовут Наталья Стрекун, и мы начинаем. Что такое проект? Казалось бы, этот термин на сегодняшний день используется практически всеми вокруг. Слово проект можно услышать с экранов телевизоров. Любой проект телевизионный мы уже привычно слышим, что это именно проект. Мы можем услышать слово проект от сына первоклассника, который пришел в школу и просит папа, помоги мне сделать проект. Мы привыкли к тому, что слово проект уже используется и в управлении, и в образовании, и тем более с приходом федеральных государственных образовательных стандартов проектная деятельность вошла в практику работы и учителя, и руководителя образовательных организаций. Но мы будем говорить немного о других проектах. Мы будем говорить о проектах в управлении образовательной организацией. Это на самом деле не совсем простая задачка перейти на управление проектами. Казалось бы, мы с вами хорошо знакомы с программами развития, и термин проект легко заменяется вот в этом словосочетании программы развития. И очень многие даже задаются таким вопросом, о чем отличаются проекты и проектное управление от программ развития. Мы будем с вами рассматривать этот вопрос, но несколько позже, в других видео лекциях. Первый блок – это блок, который раскрывает такое понятие, как замысел проекта. Собственно говоря, это, наверное, наиболее креативный, но и наиболее сложный блок в технологическом обеспечении этого метода управления. Второй блок, мы его называем операционным или блок реализации проекта. Он будет включать в себя и составление дорожной карты или плана реализации. Мы также рассмотрим бюджетирование, ну и, соответственно, источники финансирования проектов. И блок, который будет посвящен рискам, которые сопровождают проектное управление. Вот такова структура курса, и каждая видео лекция, вы их видите, это 10 модулей, каждая видео лекция, она посвящена отдельному аспекту проектного управления. Вы можете посмотреть любой из этих видеороликов, так как каждая видео лекция, она будет являться законченной. И вас, вполне возможно, могут интересовать только отдельные аспекты проектного управления. Но мы надеемся, что, посмотрев любой из этих роликов, вы непременно посмотрите и все остальные. В нашем курсе мы имеем в виду немного другой проект. Прежде всего, я бы хотела обратить ваше внимание, что сегодня проектное управление уже имеет нормативно-правовую базу. В ноябре 2016 года постановление правительства Российской Федерации уже определило, что такое проект. Вот мы воспользуемся именно этим определением. На мой взгляд, оно достаточно точно отражает проект, который используется именно в управлении. Итак, что такое проект? Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые направлены на достижение уникального результата в условиях временных и ресурсов ограничений. Казалось бы, очень простое определение и короткое. Но давайте разобьем его на несколько смысловых кусочков и сопоставим каждому из этих частей определения те технологии, которые мы будем с вами рассматривать в нашем курсе. Тем самым мы проанализируем понятие проекта, а также сделаем анонс на содержание всего курса вперед. Итак, первая часть определения – это комплекс взаимосвязанных мероприятий. Достаточно привычная для нас терминология. Может быть, именно поэтому очень часто проекты называют любой комплекс мероприятий, который ведет к получению какого-то результата. И поэтому так широко получилось обстранение этого термина. Казалось бы, возьмите любые мероприятия, они взаимосвязаны, они приводят к получению результата, и вот вам проект. Однако я бы хотела обратить ваше внимание на одно прилагательное, которое стоит в этом определении – это уникальный результат. Вот уникальность результата отличает проект от любого другого способа управления. То есть мы в данном случае имеем с вами нетривиальную ситуацию, нетипичную ситуацию. Мы не делаем мероприятия, повторяющиеся из года в год, к которым мы привыкли. Ну, например, мы ежегодно с вами проводим педсоветы. Они у нас повторяются, но педсоветы в обычной стандартной форме – это одна ситуация, а педсоветы в другой нестандартной форме, инновационной форме – ситуации. Однако мы зададимся вопросом, а какой уникальный результат обслуживают новые форматы педагогических советов? Вот если бы мы хотели поставить с вами как цель проведения педагогических советов вовлечение 100% педагогического коллектива в принятие решения, то тогда мы бы поломали голову, в каком формате провести такое совещание, такой педагогический совет. Вот здесь мы начинаем с вами затрагивать, собственно, особенность и специфику проектного управления. И первая характеристика, которая дает нам определение – это уникальность результата, который мы планируем достигнуть за счет применения метода управления. Нетипичность, нестандартность, уникальность. Второй аспект, на который хотелось бы обратить внимание в этом определении – это ограниченность временных или любых других ресурсов. Это очень часто связывают и говорят о том, что это очень важно, это значимо, проекты это всегда, когда не хватает ресурсов. И мы согласимся с этим, однако обратим внимание на следующее. Очень часто от руководителей образовательных организаций мы слышим, что не хватает всего. Не хватает кадров, не хватает денег, не хватает материально-технической базы. Поэтому проблем очень много. Однако я бы обратила внимание на то, что ограниченность ресурсов в данном случае имеется в виду не как системообразующий компонент. Неограниченность ресурсов ведет проблему, создает проблему. Ограниченность ресурсов означает, что мы, решая задачу в первый раз, а уникальность результата – это, как правило, ситуация, в которой мы никогда не были. Мы решаем с вами эту ситуацию, эту задачу впервые. И вот первый поиск решения какой-либо проблемы, он чаще всего сопряжен с тем, что нам могут понадобиться другие ресурсы, а может быть, специальная их подготовка. Нам могут понадобиться совсем другие, ну, например, учебники или учебные пособия, а их еще надо изготовить. Их, например, нужно создать, как в примере с диагностическим материалом, который потребуется для того, чтобы мы могли зафиксировать другие результаты, которые не запланированы в стандартах. Мы имеем в виду ограниченность ресурсов, что хотелось бы создать новое или решить задачу, создать новое или достигнуть уникального результата в условиях, когда мы не богаты этими ресурсами, то есть мы будем стараться будем их экономить для того, чтобы на самом деле получить возможность достигнуть вот этот результат. Мы с вами отдельно, в отдельном видеокурсе, когда будем рассматривать бюджетирование, будем рассматривать специальные технологии, приемы, методики того, каким образом рассчитать рассчитать потребность в ресурсах и как сделать так, чтобы их сэкономить, чтобы их использовать оптимально. Но это будет в следующих лекциях. В последующих видео лекциях мы с вами обязательно рассмотрим вопросы экономики. Это как раз и будет ответ на вопрос, как оптимально использовать ресурсы для достижения уникального результата, где взять деньги. Но нас будет даже больше интересовать нигде взять деньги, а как их оптимально и эффективно потратить для достижения цели. Но это в последующих лекциях. А сейчас коротко подведем итог. Итак, мы рассмотрели с вами понятие, что такое проект. Проект как объект управления в образовательной организации. Напомню, его три характеристики. Это комплекс мероприятий, это уникальность результата, это ограниченных ресурсов. В следующих лекциях мы более подробно остановимся с вами на отдельных аспектах этого определения.